Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые зрители моего канала! Сегодня важнейшая тема, много лет хотел ее снять, все руки не доходили, это пластик, проклятый пластик, который так нам нужен и который так нас уничтожает. Давайте послушайте это видео целиком, я советую, потому что многое из того, что я вам скажу, вы, вероятно, все-таки не слышали. По крайней мере, часть информации, она очень ценная. Я освещу вам суть проблемы. Расскажу про пластик в океанах, на мусорных свалках, под землей, что происходит с экосистемой в этой связи, как это влияет на человека прямо и опосредованно, ну и, соответственно, что же делать, какие пути решения этого вопроса. А многие из них зависят от нас с вами напрямую. А знаете ли вы об огромной проблеме пластиковых пакетиков для чая? Итак, начну с мирового океана. Вы уже знаете, что в мировом океане, в Тихом океане и не только, в Атлантическом, есть целые континенты пластика, гигантские острова. Общий их объем более полутора миллионов квадратных километров. Это как три Франции или как три Мадагаскара. Это практически уже территория всей Гренландии по площади. По массе в океане, в мировом, сейчас присутствует более ста миллионов тонн пластика. Это только по самым скромным оценкам, потому что это только то, что мы видим на поверхности плюс какой-то коэффициент. А ведь морской волной, ультрафиолетом пластик разрушается. Он превращается в микрогранулы, микроскопические частички, которые, что самое страшное, вовлекаются в биологический оборот экосистемы мирового океана. Планктон, фито- и зоопланктон, особенно зоу. Потребляет этот пластик в виде микроскопических частиц, получая его в свой организм, потом мелкие рыбки, более крупные и крупные рыбы и другие живые морские обитатели получают этот пластик по пищевой цепи, пищевым сетям и, соответственно, накапливают в своем теле. Возникают генные мутации, возникают аномалии, возникает отравление организма самих обитателей. Плюс к тому человека, кто ест эти морские организмы, то есть, соответственно, переходит по пищевой цепи накопление, отравление и воздействие токсичного уже к людям. Каждый год в мировой океан путем смывом рек, выбрасыванием с проходящих лайнеров и так далее, другими путями разными, в мировой океан попадает более 8 миллионов тонн пластика. А всего в мире, вот, например, в 2018 году было произведено 380 миллионов, вдумайтесь, тонн пластика, а в 2019 году уже около полумиллиарда тонн пластика. Миллиарды тонн закапывают, выкидывают, сплавляют, сжигают, и эти миллиарды тонн пластика за годы человечеством произведенные накапливаются в живых организмах, в почве, в воде, в пресной, морской. В Антарктиде уже пластик находят впечатанный в лед, что называется, в виде молекулы отдельных фрагментов, которые переносятся воздушными массами. Это страшная беда. Влияние пластика, а существуют различные виды пластика, в том числе безумно токсичные. Помните, что окна ПВХ, которые люди по дури своей, по дешевизне и так далее, используют, это гарантия онкологии через какое-то время. Потому что поливинилхолорит при попадании ультрафиолетовых солнечных лучей, спектра ультрафиолета и нагреве и других факторах выделяют диоксины, тяжелейшие канцерогены, которые онкологию вызывают гарантированно, фенолы и другие вредные токсичные отравляющие вещества, которые когда-то были сделаны, созданы в Первую мировую войну для убийства, уничтожения людей. Потом эти отходы стали консервировать в миллионах бочках, а потом нашлись люди, которые придумали, как эти боевые отравляющие вещества можно использовать в хозяйстве и в строительстве. Страшное дело. Между прочим, японцы, поняв эту проблему уже много лет назад, сейчас покрывают пластиковые окна раз в несколько лет специальными растворами, которые препятствуют выделению из ПВХ окон вот этих отравляющих веществ, по сути, боевых отравляющих веществ, диоксинов и прочих. Сайдинг, помните, особенно в 90-е годы в нашу страну хлынул, да, виниловый, и так далее, и так далее. Категорически это не используйте. По оценкам многих ученых, даже ученых, уже к середине этого века, через 30 лет каких-то, а быть может и раньше, весь пластик в мировом океане при таких темпах загрязнения будет равен, а то и превосходить всю биомассу всех живых организмов мирового океана, то есть рыб и других гидробионтов. Это страшное дело. А ведь пластик, измельчаясь до микроскопических частиц, попадая в биологические цепочки, он ведь еще и осаждается на дне, то есть и бентосные организмы донные потребляют, и он там накапливается. Не как раньше это было миллионами лет, накапливались диатомовые отложения, форминифоры, раковины различных моллюсков древних и так далее, создавая осадочные породы, меловые и так далее, которые сейчас человек использует в строительстве, в медицине, и не только. А что мы передадим следующим поколениям и самой природе? Мы же перед ней ответственность несем. Виноваты, это наш дом родной. Это страшное преступление, которое мы совершаем перед будущими поколениями, перед человечеством, а главное перед планетой, которую мы уничтожаем. Это хуже, чем мать родную убить. Это ведь и есть на самом деле. Вы лучше стали жить, легче вам стало с пластиком, что вы не можете без него обойтись. Я уверяю вас, что 99% пластика из своей жизни мы можем точно убрать. Гигантское количество полиэтиленовых пакетов. Упаковываем по 2-3 пакета одновременно, по 10. Выкидываем только потому, что у нас их и так много скопилось. Помните, как в советское время, когда они были в том числе в дефиците, мы берегли вот это бережное отношение, рачительное к природе, хозяйственное отношение должно быть всегда, в том числе, и уж если мы используем пластик. Понятно, в одну секунду мы от него не откажемся. Я призываю к тому, что уменьшать производство необходимо, перерабатывать необходимо. Нужно вести среди населения обучение пропаганду и переводить на альтернативные упаковочные материалы. Ведь они есть и были, они же веками существовали. Вы что думаете, раньше не перевозили даже с континента на континент стекло, фаянс, фарфор? Перевозили, была стружка, были опилки, был прессованный картон, это все было еще совсем недавно. Неужели сейчас это нельзя использовать? А раньше, как всю жизнь, с авоськами, с сумками, с чемоданами. Да неужели непонятно, что это все элементарно? Вопрос решается элементарно. А какие же страны больше всего загрязняют окружающую среду? Конечно же, самые промышленно развитые. Это уже даже отчасти не США, это тем более не европейские страны, где введен во многих странах раздельный сбор мусора и так далее. Это, конечно же, Китай. А китайцы гадят природу абсолютно, что своих граждан воздух не очищают, промышленные стоки в реке не очищают, амур загаженными на китайцами и так далее. А еще и закапывают, и сжигают, в реки скидывают, а реки выносят в океан воды вместе с пластиком. Культуры потребления, отношения к природе там нет. Это не японцы, которые используют и перерабатывают практически все. Так какие страны самые опасные в этом смысле? Китай, страны многие Юго-Восточной Азии, развивающиеся страны. Конечно же, полуторамиллиардная Индия и другие страны. Ну а про реку Ганг и их культуру я вообще сделаю отдельное видео. Да, это и страны Латинской Америки. Страшные мусорные полигоны, которые на десятки километров идут, загрязняют реки, а дальше опять-таки Мировой океан, так как все реки впадают в Мировой океан, в моря и океаны нашей планеты. А также грунтовые воды загрязняются свалками. А многие люди пьют из колодцев и скважин, где рядом, или даже не рядом, а в километрах, в десятках километрах находятся полигоны, свалки с мусором. И эти яды, химикаты проходят, возможно, очень долгий путь в почве, не только вниз, насыщая грунтовые и даже артезианские воды, но и находящиеся по горизонту в большом радиусе. И неизвестно, какая вода вам притечет в ваш кран. Имейте это в виду, от этого умирают многие люди от тяжелейших неизлечимых заболеваний. Маленькая реклама одного очень важного экологического видео. Посмотрите вот это видео «Лес и почва», и вы поймете, как лес влияет на плодородие, на количество минералов в почве и, собственно говоря, на всю экосистему планеты. Это очень важно. Да, не забывайте, дорогие товарищи, что у меня есть второй канал «Жизнь на земле», и если кому-то будет это интересно, подписывайтесь на него. Также у меня есть объявление о трудовых вакансиях в моё хозяйство в Пушкинских горах. Ссылка будет в описании под этим видео. И ещё одно маленькое объявление моё. Я продаю заповедник, ну, скажем, я так называю территорию. Это порядка 200 гектар, находящихся в Псковской области, с двумя озёрами ледникового происхождения. Уникальная, красивейшая территория, находящаяся в окружении других озёр. Это русская Карелия, среднерусская, так называют её. Уникальные земли, огромные перспективы, возможности. Ну, а кто захочет, ссылочка на маленькое данное видео и текстовую информацию будет под этим видео в описании. Продаю заповедник. А при сжигании мусора, химического мусора, в воздух выделяются тысячи вредных компонентов, которые, кстати, разлагались бы, например, десятками лет. А так моментально воздух выделяется, переносится воздушными массами, травят людей. И особенно страдают те регионы, города, деревни, сёла, которые по ходу движения воздушных масс находятся от мусоросжигательных заводов. Там самые высокие показатели онкологии, аллергических заболеваний, других заболеваний кожных и почек и печени, безусловно. Ну, а также бронхолёгочных, разумеется. Наряду с тяжёлой металлургией, это самая страшная опасность, которая сейчас существует. Только если металлургия — это только для жителей некоторых отдельно взятых регионов, то это для всей планеты в целом. Я сейчас не буду говорить о том другом ужасе, что человек творит с природой. Например, там в Амазонке золото добычки используют ртуть для коагуляции растворения и дальнейшего получения золота из пыли. Ну и, соответственно, ртуть сливают в воды. И Амазонка несёт эти воды в мировой океан. И уже многие даже, вон по телевизору показывали, какая-то звезда, которая отравилась уже ртутью, организм настолько насыщен, она потому что стала рыбы больше есть, меньше мяса, больше рыбы, а морской рыбы, вот мировой океан, перенасыщен уже ртутью. И, естественно, по экологической цепи пищевой. Эта ртуть от консументов первого порядка, потребителей, да, зоопланктона, переходит в крупных рыб, которые поедают люди и травятся ртутью постепенно, медленно, год за годом. И это приводит к чему? Тоже к онкологии, безусловно. Поэтому сейчас факторов развития онкологии очень много. И вот эти в том числе. А кто в этом виноват? Человек в этом виноват. И каждый из нас, а не только какой-то дядя, владельцы корпораций и так далее, ответственность лежит на всех, на ком-то в большей степени, на ком-то в меньшей. Но посудите сами, кто платит за этот пластик? Вы платите, потому эти корпорации и производят. Так откажитесь. Есть же зубные щётки не пластиковые, а деревянные. В Индии делают, в других странах. Эта маленькая лепта тоже в дело сохранения природы, безусловно. Потому что нужно переходить только на возобновляемые источники и энергии, тем более быта. А посмотрите, что вы творите, когда детям пластиковые игрушки покупаете. Господи. Это миллионы тонн пластика идёт. Причём не всегда высококачественного. И что вы покупаете детям? Вот эти пластиковые игрушки, ненужные абсолютно для их развития и жизни. Хотя можно заменить на деревянные, глиняные, развивающие игры любые из других материалов природных. И это будет правильно. А что происходит? Детей вы убиваете пластиком. Он вреден. Многие из них выделяют и химически опасные вещества. Это даже по зомбоящику показывали и не раз. Вот. Особенно из Китая идущие, которые выделяют различные фенолы, формальдегиды, диоксины. Это вы убиваете детей. Почему детская лейкемия сейчас так выросла? В том числе по причине уже последних 20-30 лет использования гигантского количества пластика. А дети даже в рот это запихивают. Так вы, родители, тогда дураки, убийцы. Это во-первых. Во-вторых, где ребёнок поигрался или сломал, а это быстро ломается. И куда это девается? Вы выкидываете на помойку, а дальше на свалке. Потом это сжигается. Вы этим дышите и ваши дети. Это уходит в воду. Это уходит в мировой океан. Это отравляет почву, на которой растут продукты, которые вы едите. Вот что вы творите. Давайте я просто сделаю несколько подсказок. Вы используете полиэтилен для теплиц? Не используйте полиэтилен. Используйте полиэфирную плёнку, например, светлица. Она служит 20-30 лет. Ну, хотя бы рачительней надо использовать природные ресурсы. Тогда вы не будете сжигать или выкидывать, или утилизировать там в 10-20 раз быстрее, чем могли бы. Вот что такое рачительная эксплуатация природных ресурсов. Ну, хотя бы так. Ну, хотя бы тот же, ладно, поликарбонат, ну, постарайтесь перейти на стекло. Да, это не так эффективно. Но это экологично. Вы понимаете, нет безвыходной ситуации. Я любой вариант, вот чтобы вы не придумали, вот честно, да, просто пока, поверьте мне на слово, могу предложить сразу альтернативу. Вот как с плёнкой полиэтиленовой. Да, это будет дороже. Ну, что, в 100 раз, что ли? Да нет, ну, в 3-4 раза. А служить будет в 10-20 раз дольше. Вы понимаете, в чём дело? Ну, получили вы какие-то пластиковые баночки. Ну, так не выкидывайте их. Ну, купили в магазине йогурты, что-то ещё. Хотя, кстати, я видел йогурты в своё время и в глиняных стаканчиках. Таких вот из глины. Да, это более дорого, но я призываю компании выпускать такое. Люди это поймут разумные. Ведь вы, экономя свои деньги, это мнимая экономия, вы их не экономите. Вы вроде бы сейчас экономите, но вы получаете несоизмеримо больший ущерб, как лично для здоровья, так и просто вносите свою лепту уничтожению планеты. Так вот поэтому можно заменить тары пластиковые на непластиковые. Да, если нет, ну, возьмите пластиковый стакан и не выкидывайте, а отдайте, если вы не используете для огородничества, для рассады, кому-то, кто использует, бабушкам, соседкам, я не знаю, кому-то. Не выкидывайте это, используйте это повторно. Отдавайте на раздельный сбор, как это, например, необходимо, и даже по закону делать с батарейками, с лампами люминесцентными, где ртутный порошок. Не используйте их никогда, дорогие друзья. Ну, уж, по крайней мере, по крайней мере, отдавать надо специализированные компании. Да, деньги за это вам придётся платить, чтобы это утилизировать, а не как поганое быдло, выкинуть это куда-то на обочину, а дальше, мол, что будет после нас, хоть и потоп, и это позиция подонка, не будьте таковыми. А есть ли страны, которые отказались от пластика? Да, Руанда! Руанда! Всем нам должно быть стыдно просто, европейским странам, Америке, Канаде, потому что Руанда, вот эта африканская страна, полностью отказалась от пластика, вела огромные штрафы, экология сразу изменилась, изменилась красота, теперь это красиво. Вы понимаете, я вот езжу на машине, вижу, что творят люди, когда берёт какое-то быдло, открывает окно, и выкидывает вот так мешок пластиковый с мусором на обочины в лес, куда-нибудь, скажем, выкидывают пластиковые бутылки. Ну, это же просто полный вперёд. И послушайте, люди, ну, так вот порядочные люди не поступают, это поступает конченое быдло только так. Морду за это надо бить. Пластиковые бутылки вообще покупать не надо. Все эти газированные напитки, это страшные яды, химикаты, это просто пить нельзя, вот эти все газированные, так называемые сладкие напитки сорта фосфорной кислотой, да? Послушайте, ну ещё продаются, если уж вы дома налить себе воду не можете, чтобы пить нужна только вода, ну, чай. Ну что, в термос нельзя налить? Что, нельзя налить стеклянную бутылку? Раньше так всегда делали, ах, тяжелее, а ничего страшного, не загнутся ваши дети, которые в школу понесут не пластиковую поганую, а бутылку стеклянную, если у вас есть возможности финансовые, ну, купите термос титановый, так он по весу почти как пластик, нет, так и с тонкостенной нержавейки, всё одно, во-первых, детей травить не будете, природу загрязнять не будете, эти термосы вечные, они прослужат ни одно поколение, это уже не напрасная перетрата природных ресурсов. Ну, естественно, вы не будете загрязнять, лепту свою вносить в дело уничтожения планеты, понимаете? Ведь это так просто отказаться в быту от пластиковых стаканчиков, тарелочек одноразовых, трубочек вот этих вот. Да, сейчас и корпорации некоторые за ум берутся. Например, компания Starbucks заявила, что не будет использовать трубочки, да, для кофе, и это больше миллиарда в год трубочек. Это возможно? Конечно, ведь можно их делать из прессованной бумаги, из бамбука, из дерева. Это возобновляемые природные ресурсы. Кто-то скажет, вот деревья тоже спиливать надо, но это дешевое оправдание подлости вашей. Почему? Потому что дерево – это возобновляемый природный ресурс. Сейчас миллионы гектар свободные, по крайней мере, в нашей стране, можно выращивать осину, ольху на переработку, брать меристемные штаммы, чистые, которые в 3-4 раза быстрее растут. В южных регионах – это Павловня, где за 5 лет можно огромные большие стволы получить, перерабатывать, и это будет, естественно, защита окружающей среды, потому что за эти годы вырабатывается кислород, улучшается состав почвы, потому что это еще и возобновляемый источник энергии строительных материалов, в том числе для палочек, бумаги и так далее, и так далее. Я уже не говорю о том, как страдают птицы, другие животные, прибрежные регионы, рек, море, океанов, что творится. Вы видели эти кадры, как черепахи запутываются, погибают в мучениях, птицы и так далее, но это же ответственность, кто несет? Мы с вами все. То есть от каждого из нас это зависит в той или иной степени. Так не надо отмахиваться и говорить, что моя хата с краю, них с краю. Природа это наш дом родной, и природа нам воздаст засадеянное, однозначно. Уважаемые зрители, если вам будет интересно, посмотрите мое вот это видео, зачем я строю мегахозяйство на 150 гектар. Зачем я бросил Москву ради глобальных целей и не жалею об этом. Это очень важное и показательное мое интервью о жизни на земле. Посмотрите его непременно, кто еще не смотрел. Так что же делать, дорогие друзья? Во-первых, на законодательном уровне надо, но это же государству вопрос, но это и от нас с вами зависит. Надо вопрос этот ставить в обязательном порядке, чтобы был раздельный сбор во всех городах, везде, в каждой стране мира, да, мусора, который будет перерабатываться, безотходно перерабатываться. Это во-первых. Во-вторых, не покупать синтетическую посуду, одежду, то без чего точно можно обойтись, а покупать стеклянную посуду, банки хранить в стекле, в мисках стеклянных, керамических, деревянных, посуду покупать из нержавеющей стали и так далее, и так далее, но не с тефлоновыми разными там покрытиями и пластиковыми тем более. Не пластиковые лопаточки для переворачивания чего-то, что вы жарите, а деревянные, ну и так далее, и так далее. В быту подумайте сами, продолжите этот список. Одежда должна быть не полиэстер, акрилы, винил и так далее, а натуральная, конопляная, льняная, хотя бы хлопчатобумажная, ну тканевая какая-то, другая, разная, да, из разных видов натуральных тканей и так далее. Это же все возможно, это не сложно. Так было всегда и сейчас это еще есть. Так давайте стимулировать своими покупками вот эту промышленность. Будем больше покупать, будет больше мощности развиваться, цена будет снижаться, будет более доступным эти продукты, товары, те же ткани, там материалы и так далее. Понимаете? Нужно внедрять технологии по очистке воды, мирового океана, других водоемов, канав, вот этого мусора, убрать мусоросжигательные заводы, а делать биоразложение. Сейчас есть такие технологии. Да, в это надо деньги вкладывать, и государство обязано в это деньги вкладывать. Другой вопрос уже, будет заниматься оно этим или нет. Но мы-то на своем уровне можем не кидать на ту же обочину вот этот пакет с пластиком и так далее. Можем? А для детей не покупать пластиковые игрушки, не убивать детей прямо и косвенно, сразу и в отдаленной перспективе, мы можем это сделать? Мы можем заменить в быту все, что у нас есть, на натуральное? Ну, конечно, можем. Сейчас уже можем. Мы должны уменьшить потребление. Сейчас у нас воспитывается общество в мире, не только в России, тем более в США, конечно же, общество потребления. По-другому это не сказать, как потреблятство просто. Вот именно такое отношение к природе. А это перерасход, это чрезмерность. Мы покупаем то, что уже завтра выкидываем. Это страшное преступление, которое мы совершаем по отношению к планете. Мы должны покупать только то, что на десятки лет, как минимум, останется в семье, в быту. Например, купили кастрюлю, хорошую купить, из нержавеющей стали, толстостенной, из медицинской нержавейки, чтобы она навечно, она же вечно будет служить, понимаете? Вот о чем я говорю. Лампочки, ну что тут делать? Да, светодиодные, но их можно утилизировать, так надо сдавать на утилизацию. По крайней мере, качественные светодиодные лампочки могут служить 10 и более лет. У меня такие, к примеру, есть, действительно больше 10 лет служат. Сокращение производства химии и переход на производство натуральных компонентов надо заставлять промышленность, в том числе своим рублем и своим отношением, законодательно нужно запрещать производить и потреблять пластиковую одноразовую посуду. Это больше половины всего загрязнения пластиком планеты. Только есть здесь тоже одна проблема. Пластиковая одноразовая посуда, которая биоразлагаемая, как правило, делается из сои или из кукурузы. Помните, дорогие товарищи, что 98, а то и ближе к 100 уже процентам всего, что производится в мире из кукурузы и сои, производится из генномодифицированной кукурузы и сои. И поэтому, да, это будет биоразлагаться, но свой волновой эффект в почве на микроорганизмов, на всю цепочку дальнейшую биологическую будет оказывать это влияние однозначно. И потому нужно делать из биоразлагаемого, но помнить, чтобы это было, конечно же, заставлять тоже корпорации делать это не из генномодифицированной кукурузы и сои, это тоже важно понимать, а существуют целлюлозные варианты производства. Другие, их очень много различных. Еще одна гигантская проблема это пластиковые пакетики для чая. Ладно, они бумажные когда, хорошо, это можно, но если они пластиковые, помните, это микропластик в несколько микрон волокна в воде, в горячей воде, когда вы кипятите и вот так тыкаете пакетик, миллионы вот этих микрочастичек вы пьете с этой выпитой водой, с этим чаем, это попадает в желудок, в кишечник и всасывается в кровь. И во все ткани органа организма вашего проходят эти частички. Прямая угроза всем органам и системам это огромная проблема, о которой почему-то люди не думают в большинстве о своем. Я просто поражаюсь, видимо, действительно, вот эта система ЕГЭ, зомбирование телешоу и идиотскими сериалами, отсутствие чтения книг, развитие интеллекта в последние десятилетия сыграло свою зловещую роль и люди перестали думать вообще, превратились действительно в идеальных потребителей, к сожалению, даже и у нас в стране в большей степени. А уж что говорить про Европу, Америку, где вообще про это многие не задумываются, только единицы, которые бьют тревогу, но они уже оплеваны своими гражданами, что называется, не мешайте нам жить. Сейчас прям не будем вам мешать жить. Мы будем мешать жить вам, потому что вы мешаете жить нам, а главное не нам, планете. Вы убиваете мать родной, вы еще хуже делаете. Вы преступники перед всеми поколениями, которые жили до вас, которые вам планету оставили более чистую, чем вы оставляете своим детям. Неужели вместо пластиковых пакетов нельзя коробки использовать, картонные, пожалуйста, сумки-авоськи, какие-нибудь сумки тканевые, рюкзаки? И нет числа любой альтернативе, она всегда есть, уверяю вас. Вот пишите в комментариях, какие варианты, что вы советуете, или поставьте вопросы, которые кажутся вам нерешаемыми. Попробуйте сделать такой вариант. Ну давайте, подискутируем. Я сделаю еще одно видео на эту тему, уже ответы на ваши вопросы, спецвыпуск по пластику и бытовой химии. Да, конечно, я уже говорил, что сейчас мы не можем, конечно, в раз, прямо завтра от всего отказаться, но хотя бы вот использовать, вот посмотрите сами. Например, паковочные материалы, пузырчатый полиэтилен, термофол, другие аналоги, ведь их не надо выкидывать, их можно использовать в переупаковке, в хранении чего-то, в строительстве, в конце концов, если каркасные дома в стены, можно класть, чердачные перекрытия, это хороший теплоизолятор, и это может прослужить десятки и даже сотни лет, если, конечно, не выкидывать и не сжигать. Вот и это тоже рачительное отношение. Итак, дорогие друзья, давайте начнем с себя, с своей семьи, с своих близких и знакомых, ну, пошлите это мое видео кому-то, положите в соцсети, может быть, это затронет кого-то, и уже вы большое дело тем самым сделаете ваш, так сказать, гражданский долг, выполните хотя бы отчасти. Неужели нельзя начать прямо сейчас, вот сегодня, меньше потреблять, меньше выкидывать, покупать только нужное долговечное, да, есть такие изделия из пластика, из тритана, из других, так сказать, материалов синтетических, которые менее вредны, более долговечны. Вот эти бесфенольные пластики и так далее, то есть, есть безвредные относительно пластики, которые могут сто лет прослужить и больше, да, это рационально, конечно, так можно использовать, но не то, что ты сегодня купил, а завтра или через там полгода выкинул, вот это преступление страшное и в наши дни уже совсем недопустимое, или нам уже не будет отведено даже 30 лет, а я думаю, при таком темпе и 15-20 не протянем, и планета нам ответит на это самое ближайшее время. Давайте будем брать за руку, хватать тех, кто выкидывает ту самую сумку полиэтиленовую или бутылку пластиковую из окна машины, или кидает из окна дома, или кидает в реку, или оставляет после пикника на природе вот эти бутылки, пивные банки и прочую гадость, кто кидает это в костер, сжигает, преступник, ведь тот, кто сжигает пластиковую бутылку в лесу на опушке где-нибудь, он травит в радиусе десятков метров тех людей, кто будет там собирать грибы через годы, понимаете, а грибы накапливают тяжелые отравляющие вещества различной природы, они как бы фильтры почвы, помните об этом, кстати, посмотрите моё видео гриб-дождевик, вы поймёте, хоть каким образом отчасти тяжёлые хотя бы металлы и даже радионуклиды можно вытащить из организма, с пластиком, дорогие друзья, всё сложнее, очнитесь, дорогие друзья, уже сейчас очнитесь, вот с сегодняшнего дня измените свою жизнь и посоветуйте это сделать другим людям, пора, времени уже просто больше нет, не может это сумасшествие больше продолжаться, всё, надо поставить точку, нужно что-то делать, итак, предлагайте, пишите, комментируйте, задавайте вопросы, я буду обязательно отвечать, ну что ж, дорогие друзья, будем, конечно, оптимистами, но и реалистами и для этого, чтобы быть оптимистами, нужно что-то делать, чтобы подтверждать, что этот оптимизм не есть наш идиотизм и замыливание себе глаз, в этом видео я поднял очень важный вопрос, но если вы захотите посмотреть другие мои видео по схожим темам, я вам подскажу, какие, гормоны найдены в питьевой воде, конопля и лен дороже золота и нефти, и как уничтожили эти отрасли, арктический Чернобыль, почему горят леса, посмотрите эти мои видео, ссылочки будут в описании под этим видео, и последнее, потому что это не все знают, на ярмарке мы больше никакие не ездим, и наши товары не вывозим, поэтому, дорогие друзья, всё заказывайте только на нашем единственном официальном сайте надгард.ру, и вся информация, которая указана на сайте, точная, а там, если что, есть переход на второй наш сайт, ну и, конечно, поддержите мой канал и мой немалый труд, поставьте лайк за это видео, подписывайтесь на мой канал, кто этого ещё не сделал, ну и делитесь, конечно, ссылками на моё это видео и другие мои видео со своими друзьями и близкими в соцсетях обязательно, оставляйте свои комментарии, ведь именно они продвигают видео, не ленитесь этого сделать, хотя бы пару слов напишите под этим видео, ведь эта информация и мой труд, это, по сути, ведь общее наше дело, если мы не безразличны к своим окружающим, близким, друзьям, коллегам и хотим, чтобы и мы сами и они были здоровыми людьми. А мои видео как раз объясняют то, как устроен наш организм, как он функционирует, откуда появляются болезни, как они протекают и что нужно сделать, чтобы эти болезни убрать, предпосылки, то есть причины и первопричины этих болезней. Ну а на этом всё, я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям, крепкого здоровья, увидимся в новых видео, до свидания.